Друзья, всем добрый день еще раз. Сегодня у нас проходит конференция с компанией Muppet, ведет ее Александр Копцев. Александр, передаю бразды правления в ваши руки. Всем привет, всем хорошего солнечного дня. У нас отличная погода, сегодня 1 июля, и я очень рад видеть, слышать всех подключившихся. Меня Александр зовут, я представитель компании Muppet и сегодня мы поговорим. Наша презентация будет состоять из таких трех блоков. Первый это где мы сейчас, как компания себя чувствует. Второй это будет самый, наверное, топ ассортимент хит и продаж. Третья будет новинки 2022 года. Покажу две наши новые коллекции. И заключительная часть будет посвящена постматериалам, рекламе, акциям и, самое главное, розыгрышу, который пройдет весь июль. Вот, давайте тогда, наверное, я включу презентацию и будем посмотреть. Всем видно, я думаю, да? И, наверное, хорошо слышно. Отлично видно и отлично слышно. Отлично видно и отлично слышно. Так, ну, смотрите, первый слайд у меня будет вот такой вот, да, стабильность. И все вот такие фразы начинаются на букву S, да, семейная компания. Мы никуда не уходим с рынка. Французский центральный офис подтвердил, что наш филиал будет работать, несмотря на все сложности, так сказать, да, связанная с текущей ситуацией. По словам, так сказать, основателя компании, Muppet это семейная компания и дети во всем мире не должны страдать, да, и зависеть от каких-то политических факторов, а должны пользоваться всегда качественными товарами. Вот, поэтому мы продолжаем работу на рынке, мы никуда не уходим. И от этого получаем, что мы еще и стабильны в наших ценообразованиях, да, мы очень гибко и адекватно подходим к тому, как курс пляшет, и поэтому мы очень аккуратно подходим к изменению цен. И, начиная с февраля, мы изменили цены всего лишь на 10%. Да, вы знаете, многие, не только европейские, но и отечественные бренды, да, почти все, да, нет таких, кто не уменьшил бы цены в плюс меньше, чем на 10%. То есть мы, наверное, одни из тех, кто выдержали минимальное подорожание. И на сегодняшний день мы с 1 июня объявили о том, что мы повышаем розничные цены на 10%, но в то же время для всех прямых наших, тех, кто работают с нами на прямом контракте, есть возможность получать вообще по старым ценам, дофевральским. Это одно условие, это предоплата. То есть все, кто работает с нами на прямом контракте при условии стопроцентной предоплаты, вы получаете товар по ценам января. И последнее, да, наверное, это своевременная маркетинговая поддержка, без чего не может жить ни один именно бренд, да, это маркетинг. Это всегда, наверное, отличался креативным маркетингом, интересным, завлекающим, продающим. И в этом году мы также придумали, чем удивить ваших покупателей, чем привлечь, чем наградить, чем отблагодарить за покупку. И об этом расскажу во второй части презентации. Но давайте тогда для тех, кто не знаком, да, я думаю, что большинство все-таки знакомы. Маппет в этом году исполнилось 10 лет российскому филиалу. Мы, в принципе, уже заняли свое место на полке. Но вдруг есть такие, которые вообще не знают, что такое Маппет, либо где-то что-то слышали, где-то взяли там пару-тройку артикулов у Рельефа или у Самсона, но хотели бы расширить. Итак, Маппет там, они из Франции. Регион Анси. Это Альпы. Это чистейшее озеро в Европе. И, соответственно, в 1947 году в этом городке Анси образовалась семейная компания. И начала она производить циркули. И на сегодняшний день Маппет – это мировой лидер в производстве циркулей. Если мы где-то в Европе спросим, что такое Маппет, в первую очередь ответит – это классные циркули. Или, например, наоборот, какие циркули вы знаете, все в первую очередь ответят – это Маппет. Вот. И сейчас, для примера, модель стадии, она бывает в разных цветах, и в пастельных, и в ярких. Но вот сама моделька вот этого циркуля является самым продаваемым циркулем в мире. Не просто среди Маппета, да, у ассортимента циркуля, а именно самый популярный циркуль в мире – это стадия. Почему хочется акцентироваться на качестве? Да, все-таки Маппет – это синоним качества. Потому что, во-первых, мы сами не то, что сначала мы разрабатываем продукцию, да, полный цикл идет. И в отделе разработки 1C, ну, даже обычному там сотруднику под страхом увольнения, да, он подписывает в контракте, что нельзя заглянуть в отдел разработки, да, промышленный шпионаж и так далее. Поэтому мы полностью разрабатываем дизайн нашей продукции, внедряем какие-то инновации, очень много у нас патентов, которые патентуют какие-то успешные разработки. И дальше мы это все производим на своих заводах. А на заводе идет полный производственный цикл, и после того, как товар произведен, его нужно оттестировать. Да, и все, что выходит из завода, подвергается жесточайшим тестам, ну, абсолютно все. Да, и если что-то не соответствует нашим высоким стандартам качества, то это просто не выйдет из завода, а отправится на повторную переработку. Поэтому брака у маппеда нет от слова совсем, да, там 0-0-0 какие-то проценты вероятности существуют, но это чаще всего связано там с каким-то внешними факторами, да, несовременными условиями хранения, перевозки и так далее. Но если вдруг что-то происходит, где-то что-то вдруг пошло не так, то мы, соответственно, это очень быстро реагируем, но это чаще всего меняем или как-то находим пути. Вот, тестируется все, да, тестируются ножницы на количество разрезаний, поэтому говорим, что, а, мы гарантируем, что на любые офисные ножницы, там, как минимум 25 тысяч разрезаний они могут сделать без дополнительной заточки. Тестируются степлеры на количество сшиваний, тестируются дыроколы на количество пробитий, пока пробойники не сломаются, пружины, да, тестируются все пишущие на длину письма, что еще? Тестируются карандаши, тестируются точилки на количество, сколько они карандашей могут заточить. И поэтому вот это все получается, что качество – это вот синоним слова Muppet. Это, наверное, главное, да, когда приходит какой-то ноунейм и там половину можно смело выбросить в брак, то здесь, конечно, это большое преимущество. Так, давайте, а, и, кстати, вот эти все высокие тесты именно, что касаемо железа, позволяют нам на каждом из артикулов размещать гарантию. Да, любой офисный предмет имеет сейчас среднюю гарантию 5 лет, какие-то предметы имеют 10 лет, как ножницы. Есть ножницы с пожизненной гарантией, о них мы поговорим попозже, ну, для примера, вот так вот они выглядят, три модели. Это ножницы с пожизненной гарантией. Да, чаще всего усталость металла проявляется в этом месте, где колечки переходят с лезвием, и чаще всего обламывается именно вот здесь. Понятное дело, мы на заточку не даем гарантии, но гарантии на вот этот вот, что здесь они не обломаются, мы дадим. Ну, вот за 10 лет этого филиала и 8 лет моей работы в компании Muppet, у меня именно брака на ножницы не было, претензий. Ну, если вдруг такое случится, то мы с радостью их поменяем. Так, 5 заводов по всему миру. Самое большое, понятное дело, что это Китай с точки зрения логистики и стоимости зарплаты. Самый большой, как 9 футбольных полей находится. Также заводы есть во Франции, в Германии, Мексике, Аргентине. Сейчас, понятное дело, что логистика достаточно непонятная, да, она, но тем не менее, товар идет. Контейнера в пути, контейнера идут, и для примера, да, из 567 артикулов, которые у нас сейчас в прайсе активны, 478 есть в наличии. Достаточно неплохое наполнение на складе, вот, поэтому те новинки, которые я вам сегодня покажу, какие-то уже есть на складе, какие-то в пути. В июле еще будут контейнеры, и дальше мы еще тестируем железнодорожную доставку. Посмотрим, как это нам поможет в обеспечении складковой доступности товара. Так, вот, в принципе, основатели компании Muppet. Клод Круа основал компанию Muppet. Посередине дядечка в очках – это его сын Жакл Круа со своими двумя сыновьями – Антуаном и Романом, которые берут каждые три года компанию Muppet в оперативное управление. И Николя Финг, наш генеральный директор, который, кстати, живет в Вологде. Офис у нас в Санкт-Петербурге, но он ездит туда на работу, женат на русский, и у них двое ребятишек. Мы в следующий, вот, как раз вторник летим все в Санкт-Петербург на отчетное собрание полугодовое. Мы давно не виделись, все соскучились, и будем как раз подводить итоги полугодия. Я расскажу как раз о нашей сегодняшней встрече в подробности коллегам. Про это я, наверное, уже рассказал, что собственная лаборатория качества, собственная производственная мощность и свой отдел разработок. Ну, для статей, для понимания нашего масштаба, да, в день мы производим 250 тысяч ластиков, четверть миллиона. Если умножим, да, количество дней в году, получим под 100 миллионов, за исключением того, что когда там китайский Новый год. 100 тысяч линейек, 100 тысяч нажниц, 50 тысяч циркулей, 30 тысяч степлеров, 25 тысяч дыроколов. Самый большой потенциал мы видим сейчас в развитии цветного рисования, потому что во Франции, да, наш домашний рынок, маппет занимает 80% канцелярского рынка в своих категориях. Да, это в первую очередь циркули, ластики, ножницы и линейки. А вот цветное рисование пока лидер БИК. Ну, потому что, да, во Франции все-таки 90% канцелярского ритейла, канцелярские продажи проходят через масс-маркет, да, Ашаны, Карфуры и так далее. Традиционная розница, да, там 10-15% оборота. И, соответственно, политика БИКа как раз на максимальное присутствие в сетях. С цветным рисованием. Но, тем не менее, рисование у нас растет четвертый год. Мы его именно на нем фокусируемся, именно на нем стараемся сосредотачивать нашего конечного покупателя. И последние три года мы выпускаем продукцию в цветном рисовании, которая действительно полюбилась нашим конечным покупателям. Мы это отслеживаем по отзывам в наших соцсетях, да, в нашей группе ВКонтакте, которая на сегодняшний день 50 тысяч человек и очень активно, действительно активно принимает участие в наших конкурсах, в розыгрыше, выкладывает отзывы на покупки, рассказывает, соответственно, свои эмоции, впечатления. И, как мы видим, именно цветное рисование заходит, особенно монстрическая серия, да, которая сейчас на слайде. Монстрики больше всего полюбились нашим покупателям. И вот продукт, как лучший маркетинговый инструмент, да, не зря так слайд называется, мы очень отличаемся по цвету от большинства брендов, да, которые имеют красный окрас. У нас рисование такое вот благородное синее, как я его называю, да, не китайский синий есть такой, а благородный синий. Он очень заметно на полке, когда появляется вот это вот синее пятнышко, да, и оно работает очень хорошо, когда появляется вот это синее пятно, человек проходит, да, подходит, запоминает бренд, потом идет смежная категория, и вот в этом случае смежная категория начинает продаваться лучше, да, он подошел, увидел вот это пятнышко, пошел в линейке, о, я вот это видел, пошел в циркуль, о, я вот этот бренд видел, и вот когда вот это синее пятно появляется на полке, то смежная категория начинает продаваться в разы лучше. Вот, а так как у нас все-таки средняя наценка это 100-110 процентов розницы, то в абсолютных цифрах получается, что цена рисования дает очень неплохой заработок. А изменение цены все-таки для конечника всего лишь на 10 процентов делает нас сейчас одним, ну, наверное, самым доступным европейским брендом, да, на фоне ушедших брендов, на фоне поднятия цен другими западными брендами, мы сейчас максимально доступны для конечного покупателя с нашим качеством и особенно с маркетинговой поддержкой. Ну, и вот в качестве локомотивов, так сказать, продаж давайте поговорим о самых хитах, да, у нас 11 категорий, как я сказал, что сейчас в доступе 478 артикулов, 567 всего, да, около 600 всего, но какие-то выводятся в связи с тем, что их снимают с производства, но вот 478 артикулов сейчас доступны к заказу. Ну, и из них есть, конечно, топ-ассортимент, который продается всегда и везде, завоевал уже любой покупатель. Ну, в первую очередь это ножницы, которые имеют кнопочку, позволяющую зафиксировать лезвие с рекомендованной розничной ценой 120 рублей. Это классический текстовый делитель желтого цвета, деревянные карандаши и пластиковые карандаши. Монстры и Стронгие. Стронгие – это ударопрочные. Топ-ассортимент по цветным карандашам вот так вот выглядит на сегодняшний день. Сюда еще добавляются пастельные оттенки и коллекционные, да, то, что во Франции, Франция столица моды, все-таки идет по пути моды, да, и разрабатывает коллекцию, но только если в моде эта коллекция выходит два раза в год, то Muppet разрабатывает коллекцию к школьному сезону, обновляя ее каждый год. В этом году выпустили две коллекции, поэтому вот эти вот... Топ-светным карандашам дополняется еще пастельными и двумя коллекционными. О них расскажу позже. Ну, самый первый – это Стронгие ударопрочные, базовые пластиковые карандаши, но, тем не менее, все карандаши у нас треугранной формы, да, есть деревянные, есть пластиковые, то есть до 210 рублей – это все пластик, дальше идут деревянные. Ну, а дерево – это канадская липа. Липа, наверное, самое мягкое дерево, которое имеет наименьшее количество сучков, соответственно, легко точить без каких-то задиров и так далее. Вот, пластиковые делаются немножко по-другому, да, методом экструзии они выдуваются, и, соответственно, их главное преимущество – это то, что невозможно сломать грифель, да, грифель является единым целым вместе с корпусом. Давайте дальше расскажу подробнее. Пульсы, этот синий хамелеончик является номер один, да, полюбился покупателю. Яркий запоминающий дизайн – это пластиковые карандаши треугранной формы, мягкий ударопрочный грифель с рожечной ценой 200 рублей. Рекомендуемая рожечной ценой. Деревянные карандаши старые, их большое разнообразие по цветам – это 6, 12, 18, 24, 36, 48, двухсторонние и акварельные. И все они, да, ну, потом покажу тогда, именно разберем каждый, когда отключу презентацию, да, и покажу вживую. Или сейчас лучше это сделаю. Давайте вот так вот я сделаю, немножко вот так вот, да, чтобы просто показать, насколько они ударопрочные. Допустим, вот стронги, вот так вот они выглядят. Открываем. Что мы можем с ними сделать? Берем желтый цвет, допустим. Вот он немножко покрошился, в то же время не обломался ничего. Продолжает рисовать. Это базовые карандаши, пластиковые. По яркости, по укрывистости вы видите. Снять и не царапают бумагу и легко точится. Ну, пластик вообще очень легко точить. Многие в последнее время выбирают именно пластиковые карандаши. А мне больше нравится дерево. А дерево у нас выглядит вот так. Да, если мы возьмем обычные наши старые. Здесь все равно по пиктограммке видно, что это ударопрочные. Давайте посмотрим. Это я со всей силы стучу. Если мы возьмем силу ребенка, приблизительно. Вот чуть-чуть есть пыль. Ну и по насыщенности они будут чуть-чуть поярче, чем пластиковые. Ну, особой разницы, как вы видите, нет. Прежде чем перетучить обратно на презентацию, давайте покажу сразу монстрики, потому что это будут следующие слайды. Монстрики – это пластиковые карандаши, тоже треогранный корпус. У каждого, каждый карандашик декорирован каким-то смешным монстром. И это еще черный корпус, да, пластиковый. По яркости они, как и предыдущие, пластиковые. Но вот этот яркий дизайн позволяет ребенку быть не похожим на соседа по парте. Да, у нас уже дети, наверное, начиная с третьего класса, с четвертого, хотят выделяться, хотят быть не похожими на соседа по парте. И вот как раз монстры или animals, да, animals – это которые декорированы каким-то животным, позволяют выделиться. И сразу давайте покажу упсы, стираемые карандаши наши. Насколько стираются именно… Увидите ролик, да, что цветные карандаши с пластиком чаще всего можно использовать не просто, когда ребенок разукрашивал, разукрашивал и вылез, вышел за границу раскраски, но и для придания каких-то цветовых лиг в рисунке, стирается все на 100%. Это называется упсах. Так, возвращаюсь тогда к презентации. Так, и вот единственное, нужно вернуться к слайду. Возвращаюсь к слайду. Да, вот как и монстры, есть декорированные animals, это деревянные уже карандаши. И тут фишка еще в том, что на, ребенок, иди просто порисуй, да, давайте угадаем, каким животным мы сегодня будем разукрашивать. Да, и чаще всего, когда я провожу обучение, 12-то еще можно угадать, но вот 18 без помощи там Google, Алисы или энциклопедии, да, очень сложно угадать всех животных. Ну, вот некая дополненная фишка, да, что-то сделать совместно с ребенком. А если мы возьмем обычные наши старые, ну, легко выучить английский в каком-то таком сочетании, потому что название цветов у деревянных карандашей, они написаны на каждом корпусе, причем это идет не просто red, orange и так далее, да, это какие-то более такие интересные сочетания, fruity orange, woody brown, lovely pink и так далее. Да, и вот эти словосочетания, опять же, какая-то дополнительная фишка в общении с ребенком. Так же, как и на монстре, кстати, но об этом расскажу чуть-чуть попозже, потому что у монстров тоже есть фишка. Так, набор 33 предмета. Мой любимый набор, потому что он номер один по продажам в рублях. Среди всех наших 567 артикулов данный наборчик занимает первое место по продажам. Сейчас я, а видно меня, да, вот когда я показываю? Мария. Надо демонстрацию экрана отключить, либо настроить просмотр так, чтобы было видно два окна. У меня настроено два окна. Я вижу и вас, и презентацию. Ага, я понял. У всех, я надеюсь, может быть так настроено, или все-таки кто-то видит? Друзья, давайте в чате напишем, вам удобно, чтобы Александр отключал презентацию и показывал товар вживую, когда он его показывает. Если да, напишите, нам все равно, да, видно. Ну, хорошо, окей. Видно, видно, все справляются. Вот я сейчас только включил чат, Алексей просит сломать один пополам. Какой именно сломать пополам? Там еще и ножницами просили разрезать. Ножницы мы отдельно будем разрезать и карандаши на игры. Был прямой эфир одного из наших партнеров. Они взяли старую какую-то карандашу. У них была акция принеси старый рюкзак, а получи скидку на новый. Кто-то принес старый рюкзак, они ему просто взяли ножницами нашими, разрезали пополам. Саш, пластиковый карандаш сломай, пожалуйста. Потому что как сломаются бики, хотелось бы ваш посмотреть. Да, я понял. Ну ладно, сломаем монстр, так и будет. Ну вот много усилий я прилагаю. Видно, да? И вот только вот на этом сильно нужно приложить. Пожертвую еще один. Уберу за кончики. Но вот здесь еще ничего не происходит. Можно в другую сторону. Обратите внимание, острых углов нету на сломе у карандаша. Это важно. Да, но это пластик. Здесь чаще всего этого не будет. Давайте дерево попробуем сломать. Посмотрим, насколько будет дерево легко. Остановитесь, хватит ломать. Хороший. Нет, дерево очень сложно. Ладно, не буду дерево ломать. Я потом, кстати, вышлю в чат ролики наши, когда мы пытались скрыть текстовый делитель. У нас маркетолог записывал видео, и она его чем только не бомбила. И отверткой, и молотком, и так далее. В итоге вскрыла, достала, показала, сколько там чернил, сколько там фетра. Ладно, возвращаемся. Еще какие-то вопросы. Ножницами маппет можно разрезать пополам карандаш маппет. Давайте попробуем ножницы маппет, разрезать. Так, я сейчас тогда возьму свои кухонные, чтобы, если мы эти разыгрываем, чтобы ушли в упаковке подарочной. Так, давайте попробуем разрезать карандаш. Нет, о, разрезан. Давайте другим попробуем. Возьмем еще один карандаш. Ну, попробуем его другими ножницами развязать. А тут вообще легко. Видно, да? Улетает. У меня теперь по всей квартире обломки от монстров. Увидим. Вот это все. Это что касаемо качества ножниц маппет. Так, включаю опять демонстрацию экрана. Показала я, да, наборчик, как выглядит. Идеальный подарок для начинающих любителей, рисователей, профессионалов. Здесь идет фломастер кисти, капиллярные ручки, двухторонние деревянные карандаши, металлические точилки в подарок. Если по отдельности все это покупать, то, понятное дело, процентов, наверное, на 30 это будет дороже, чем купить на боре. Так, возвращаемся. Дальше. Моя любимая коллекция. Это как раз монстрики, да? Давайте ролик небольшой посмотрим. А это не монстрики, это ролик с точилкой. Это наш легендарный Крок-Крок. Серия точила Крок-Крок. На ней я расскажу чуть-чуть позже. Все-таки хотел про монстров рассказать. Про карандаши монстр рассказал. Про фломастеры монстров. Как раз в чем фишка фломастер-фломастер. Видите, внизу на каждом фломастере написана та эмоция, которую выражает монстр в английском языке. Я говорю, они такие все классные, прикольные эти эмоции. Когда я приехал в один город на обучение, я говорю, посмотрите, какие они все классные и милые. Я говорю, ну вот смотрите для примера. И достаю какой-то цвет. У меня было 24 цвета фломастера. Достаю какой-то цвет, а там депрессия фиолетовый. Фиолетовый цвет достаю и там такой. Нет, не депрессия, делай. В общем, на каком-то из них была прям депрессия. А, ну да, депрессия, фиолетовый цвет. И он такой депрессивный монстр. Тут все эмоции и грустные, и веселые, и злые, и радостные, и испуганные и так далее. И вот честно, 24 эмоции. Вот сейчас вот скажи мне 24 эмоции на русском, я не переведу все эмоции на английском. Поэтому это прикольно выучить их с ребенком. Эмоции знать, да, 24 эмоции. Знать на английском, по-моему, прикольно. Поэтому 12 и 24 фломастеры есть, можно заказывать. И новиночка, вот такой вот наборчик. 12 фломастеров и 15 карандашей. Все это вот в таком пластиковом кейсе, на кнопочке. Да, если ребенок положил в портфель, не откроется, не сломается. И можно также подвесить на европодвесик. Мне очень нравится, вот честно. Повторюсь, серия монстров моя любимая. Мне кажется, я всегда говорю. Да. Дальше расширение серии монстров, помимо карандашей фломастеров, наборов из карандашей фломастеров, дополнилось в прошлом году ластиками. Да, ластики идут с держателями. Стандартный ластик. Тут это стирается рисунок, но это тоже фишка, потому что у меня ребенок потом начинает рисовать собственные какие-то мордочки, что прикольно. И чаще всего они собирают еще и всю коллекцию. Вот это все пластиковые футлярчики и четыре вида. И дополнены такими легкими точилочками в тех же цветах с разными такими вот милыми мордочками. И причем, опять же, очень доступные. По-моему, у них РРЦ-шка в районе 25-30 рублей. При том, что любая точилка Muppet имеет фирменное лезвие. И мы гарантируем, что каждая точилка заточит 25 карандашей. Минимум 2 дюжины. Минимальный ресурс любой точилки Muppet. Будь это точилка за 25 рублей, либо точилка за 250 рублей. Лезвия в них будут одинаковые. То есть как тестируются точилки Muppet. Медленно вращается карандаш, закрепленный наподобие что-то там такой дрели. Точилка закреплена. И вот она непрерывно-непрерывно стачивает карандаши. Если ресурс стандартных хорошей точилки, не NoName, не что, да, NoName может там сточить 5-6 карандашей и затупиться, то стандартный ресурс хорошей точилки – это дюжины карандашей. 12 карандашей – это гарантированно любая точилка должна затачивать. Мы же заявляем, что любая точилка Muppet заточит 2 дюжины карандашей. За счет того, что это фирменное лезвие с высокой бульродистой сталью и с правильным углом заточки. Вот так выглядит вся серия монстров на сегодняшний день. Возможно, будет расширение. Кстати, у нас сегодня будет презентация по новинкам 23-го года. Маркетолог нам будет рассказывать, что мы увидим в 23-м году. Будет очень интересно, что французы придумали на следующий сезон. Мы идем дальше. И это карандаши UPSA, которые я уже показал, как стирают. Видно, да, можно делать какие-то цветовые оттеночки, цветовые блики. И на самом деле, протестировав, когда я проезжаю в розницу с обучением, протестировав стираемые карандаши других брендов, мы, получается, что идеально стираем за вот такие небольшие деньги. Потому что те, кто стоят дешевле, они стирают от слова совсем, а те, кто стирают – хорошо. Но психологически отдать 500 рублей за пачку стираемых карандашей, наверное, за 12 цветов, наверное, пока сложно. Но мы же стоим в два раза дешевле. И UPSA действительно заняли свое место на полке и показывают хорошие продажи. Выглядят они как набор из 12, либо набор из 24 цветов. Наша знаменитая конь и белка, которую мы придумали в качестве рекламной коммуникации, когда что-то пошло не так. Можно все исправить. Вот так вот это все выглядит. И мы… Небольшой рекламный ролик про стронги. Упс, сейчас. Упс, сейчас. Стронги бывают столько же видов, как и обычных деревянных карандашей. Да, то есть это 6, 12, 18, 24, 36. И мини-формат. Косми – коллекция прошлого года. Франция, соответственно, обновила коллекцию, но мы всегда привозим на 2-3 года. Каждую коллекцию, чтобы… Ну, первый год, понятное дело, все берут пробно, на пробу определяют, что идет, что не идет. Поэтому мы, как минимум, делаем еще годовой запас. И коллекция космиков в полном объеме у нас сейчас на складе. Космический дизайн. Основные категории представлены в этом космодизайне. Деревянные карандаши, фломастеры, ножницы школьные для средней и начальной школы. Пишущие черно-графитные карандаши, четырехсторонние ручки, четыре цвета ручка. Про нее отдельно расскажу, только про новую коллекцию, в чем и фишка. Пастельная серия, я думаю, что еще будет актуальна пару-тройку лет точно. Нежные пудровые оттенки в основных категориях, плюс цветные карандашки деревянные. То, что я говорил, да, помните в начале, что основной топ цветных карандашей дополнится пастельными оттенками. И в этом году еще привезли фломастеры пастельных оттенков в 10 цветов. Кстати, не так много производителей на сегодняшний день. По-моему, я видел только центропены и у фарма какие-то есть. Сели пастель в ножницах, в циркулях, в пластиковых и черно-графитках. Ну и точилочки. Точилочки у меня тоже были где-то. Крок-кроки, наши самые классные точилки. Спрашивают, а почему точилка стоит там 250-300 рублей? Ну, потому что у нее есть какие-то уникальные особенности. Сейчас поговорим про них. Это все-все-все точилки-крок-кроки. Такой милый ролик. Такой милый ролик. давайте я пока остановлю презентацию покажу соответственно как они выглядят уже в живую до 1 1 был яблочный червяк у меня его нету там просто точилка с двумя отверстиями но от интерактивной точилки начались кролика на 1 это если обломаю карандаш чтобы было понятно как ну . 1 крок innovation при правильном повороте карандаша во первых он фиксируется никуда не слетает чуть-чуть его нужно вставить и он уже никуда не слетит но при правильном повороте карандаша у кролика начинают двигаться зубки показывать тем самым ребенок что он делает все правильно точно в нужную сторону в другую сторону ничего не происходит и ребенок понимает что для того чтобы заточить карандаш нужно его поворачивать чтобы зайчик грыз карандашик вот такой вот кролик сейчас я почитаю курицу доставай так я просто читаю чат потому что мне не виден когда включена презентация небольшой наборчик карандаши фомастера берут на подарок лучше чем большой набор интерактивный точилка лягушку китай начали показывать покупателя как точно сразу быстро забрали даже цена перестала смущать да тут нужно показывать в чем фишка вот этих вот лягушек кроликов и так далее и тогда цена в 250 рублей не смущает да и сразу покажу лягушка которую вы говорите да пишите нажали глазки начинаем точить и как только карандаш заточился глазки выпрыгивают тем самым показывая что карандаш заточен так пчелы у меня нету пчелу я всего раздал раздарил на обучениях конференциях ну вот поэтому покажу про нее ролик сейчас я вам покажу про лягушку рассказал давайте небольшой ролик про лягушку посмотрим все вот эти крок-кроки делаются специально под подручку ребенка но это ребенок берет и она мне хочется пускать и они все ударопрочные если упадет ничего не случится пчелка фишка этой точилки в том что один одной точилкой можно заточить все карандаши в доме да все школьные карандаши все папины строительные карандаши мамины какие-то если есть карандашки все карандаши заточь с одной точилкой так вот это выглядит и вот эти усики пчелы соответственно являются адаптерами на которую увеличивают или уменьшают диаметр затащим карандаша лавиночка прошлого года серия точилок крок-крок изи она систему к по принципу прищепки милые дизайнами виде божьей коровки либо китенка они очень легкие грамм на 8-10 весит и поставляются вот либо в дисплее в дисплее два вида есть и китенок и божья коровка в блистере есть только божья коровка продолжение фломастер это новинки прошлого года да я вам рассказываю animals появились декорированные фломастеры на это наши стандартные фломастеры кстати давайте поговорим как категории про фломастера опять же отключу тогда презентацию просто покажу качество мастеров какие фломастеры должны быть ну наверное в первую очередь безопасные чернила должны быть безопасны потому что ребенок особенно маленький может попробовать на вкус на вкус и цвет фломастера разные тем не менее а все фломастера на водной основе те фломастера на водной основе и закрывают болью родители такой как стираемость отстирываем все фломастеры отстирываются с рук при первом применении с мылом хотите разрезу попробую на себе и пойду с моем если хотите живой тест но по яркости они соответственно достаточно яркий но в то же время быстрософт на считание не начинает рвать бумагу когда начинаешь штриховать на одном месте ничего не происходит заблокированный пишущий узел дамы то же самое можем сделать ну вот чуть-чуть он сейчас покажу камеру ну вот видите он чуть-чуть согнулся но его поправили и он как новый вот так потому что мы используем свой фетр при производстве фломастеров они закупаем его как большинство производителей фломастеров соответственно заблокированный пишущий узел фетр не распушится не протолкнется вовнутрь отстирывается при 36 градусах все чернила при первой стирке из рук просто если испачкался ребенок пошли помыли водой что касаемо фломастеров в этом году ладно это потом все-таки покажу в самом конце оставлено потом возвращаясь к презентации текстовыделителя мини френзы наборчик из четырех текстовыделителей мини текстовыделители которые имеют достаточно классный дизайн виде мордочек зверушек и выпуск вот этого артикула так он выглядит дал начало как раз старту всей коллекции да вот из одного этого артикула появилась вся коллекция мини кьют тоже вот эти называются мини френза вся коллекция будет называется мини кьют мини милый и вот этот дизайн с мордочками животных настолько понравился мы рассчитывали все-таки что это будет более школьный нет школьникам понравилось но также понравилось студентам и взрослым в офисе иметь какой-то милый дизайн да на рабочем столе очень сильно зашло вся эта тема поэтому выпустили целую коллекцию с вот этим мордочками фломастера пастельных оттенков 10 цветов дополняют деревянные карандаши пастельных оттенков крок-крок вся вот эта серия крок-кроков привела к тому что мы выпустили еще и пластик начали мы с кролика вот так этот кролик выглядит для того чтобы его не потерять да можно на какой-нибудь чернографитный карандаш как-то дети он в рюкзаке не потеряется ластик сборный разборный мастик пазл фишка в чем вот эта темная часть стирает ручки шестерой белая часть стирает чернографитку мордочка просто является защитный и соответственно может разобраться полностью из трех частей стоит разобрали поиграли собрали обратно вот так этот крок-крок выглядит в этом году привезли еще и лягушку привезем шейки шейкер у нас одна из двух самых популярных продаваемых точилок в мире да есть игру есть шейкер пресс-форма знакомый наверное есть у любого производителя уже хотя изначально родоначальником формы был маппет на и до сих пор это в принципе наш продаваем точилками но для того чтобы эта точилка была популярна и у школьников сделали вот такой милый дизайн и назвали ушеки до пандочкой пингвинчик ярком школьном дизайне как очень классно смотрится они когда стоят на полке в рядок да и вот эти глазки говорят купи меня подойди посмотри на меня действительно это так по ластике аргофан здесь уже как раз не стираем рисунок да это полностью рисунок идет варку во есть ластик милый дизайн из четырех милых зверушек овечка пандочка ленивец и пингвинчик циркуле давайте отключусь и на секунду от презентации посмотрю если вопросы в чате алексей пишет не стирает что такое не стирает алексей уже разговаривал по этому поводу что ластик термочувствительное чернила не стирает прямо сейчас продемонстрировать ну давай просто мы выясняли долго что такое термочувствительное чернила ну а потом маркетолог она все-таки тестировал все все стирает как как и заявлено именно ручки пиши стирать мы если вот я сейчас показываю ручка пилот берлинга этот армочувствительный чернила пилот стирает еле-еле а берлинга не стирает вообще я не знаю просто какие ручки мы тестировали я уточнивали вот как раз во время сегодняшней презентации у маркетолога ну вот и мы запишем отдельное видео тогда если на окей хорошо договорились так возвращаясь возвращаясь тогда к циркулям да как я говорил циркуле маркета является лидерами во всем мире самая популярная эта стадия она бывает классическом дизайне бывает пастельных оттенков бывает наоборот а вот и то что мы видели сейчас яркий ролик стадии поп помимо этого стадии самая популярная есть очень много циркули с запатентованными системами сам популярная система стоп систем на которая блокирует штанги в нужном положении и не позволяет им расходиться при черчении но из интересных еще а у меня так коллекционно остались про коллекции расскажу чуть-чуть позже давайте расскажу и покажу то что у меня передо мной лежит это еще про ножницы до проточилки мы говорили про карандаш и говорили фломастер говорили давайте поговорим про ножницы и начнем со школьных для кто увидел мои предыдущие презентации кому и причем на обучение увидел конференции очень знаю что я люблю вот эти ножницы которые предназначены для возраста 2 плюсик на 1 нужно ребенка который вот сам картон а3 отлично режет бумагу режет и кончиками не замина и и разрез там 10 листов сразу ну видите да и режут отлично но в то же время они абсолютно безопасные ребенок не поиграет не в парикмахера видно да и не поиграет вы дизайнера давайте так одежды ножницы режут только бумагу и картон не пропускает так поэтому ребенок их даже если засунут умудриться засунуть в розетку ничего не случится дальше на втором месте по продажам это security ножницы на с кнопочкой они на первом месте были в топе именно в моем рейтинге они на втором месте и вот такие вот тоже это вот для начальной школы для старшей группы садика идеальный вариант опасно сейчас было со стрижкой нет не опасно я всегда когда приезжаю на обучение говорю что даю эти ножницы я говорю ну обычно девушкам да с длинными волосами если что-то пойдет не так либо вы забираете все образцы которые придут с собой либо я вам оплачиваю поход салон красоты но и всегда найдется тот та девушка которая попробует на себе эффективность безопасность наших ножниц вот поэтому циркуль стадии идет с дополнительным грифелем или без до циркуль стадии с дополнительным грифелем и сейчас открою покажу как это выглядит 1 здесь еще если никогда и вот он как раз набор дополнительный грифель и сама форму это достаточно эргономично и удобно и ничего тут не расхлябается не разъедется вполне не удивительно что циркуль номер один про ножницы про школьные рассказал но дальше идут коллекционные коллекционные потом покажу про ножницы с пожизненной гарантии кстати да был вопрос а что же такой технологии двойная кожа правильного ответа в чате не было может быть сейчас у кого-то есть мысли можно написать в чате напомню что они у нас в качестве бонуса могут быть отправлены либо за самый интересный вопрос либо за правильный ответ три ножницы три модели ножниц пожизненной гарантии здесь нету резиновых вставок у этих двух ножниц и есть резиновые вставки которая технология которых называется двойная кожа как вы думаете почему она так называется на вот они достаточно мягкие напишет правильно ответ тут он сможет первый выбрать какие нужно с пожизненной гарантии отправить мысли ни у кого нет там силикончик какой-то вставлен да там какой-то силикончик вставлен но почему называется двойная кожа сейчас покажу вот они вот эти вот мягкие видите мягенькие прилипают к пальцам нет но мысли идет в нужном направлении на самом деле кстати кто знает может тоже написать и все увидят правильно ответ можно бесконечными резать ну можно бесконечными резать как минимум 25 тысяч 25 тысяч разрезаний сделать после чего их нужно будет все-таки заточить может быть чтобы не потели руки как-то дышит нет но мысли все равно правильно вот прилипают пальцем не потели руки как-то дышит но вот мысли правильно но все 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 вокруг, чтобы не повредить пальцы, мозоли не было. Но это, наверное, самый близкий ответ. Наверное, он будет правильным, а не скользит, сживается в руку. Ну, по сути дела, да, наверное, Лиля правильно написала, Мария продолжила. Это является продолжением руки. Они моментально принимают температуру человеческого тела и обеспечиваются дополнительный комфорт. Не то, что защищают кожу, просто дают дополнительный комфорт, потому что они моментально нагреваются до температуры человеческого тела, поэтому называется вторая кожа. И, по сути, вы не испытываете никакого затруднения и снижается достаточно сильно усталость при длительной резке. Потому что вот эта амортизация, все-таки, вот еще раз покажу, они как бы амортизируют, а еще и температуру пальцев держат. Мягкие очень, да, верно. И вот благодаря вот этому мы можем смело, опять же, я говорю, резать курицы и рюкзаки. Но при стандартном офисном использовании это прослужит всю жизнь. Ножницы, еще раз повторюсь, с пожизненной гарантией. Гарантия распространяется, понятное дело, не на заточку. Затачивать нужно. Это обновление по ножницам или раньше в этой серии так было? Нет, тут раньше все было. Я говорю, повторюсь, три модельки ножниц с пожизненной гарантией. У двух есть технологии, вот эта двойная инфляция, и у титаниума нет. Здесь есть другая фишка. Здесь есть нанесение, так же, как у даймондов, благодаря чему не являются следы от скотча и от клея. Ну, скажите уже это слово от мозолей. Ну, скажу это слово от мозолей. Термоформа, да. В общем, я потом тогда выберу тем, кому это ножницы отправляются. Но я думаю, что первый ножницы отправятся с Лили. Мария. А третий я подумаю. Скажу в конце. А еще у нас ножницы, забегу чуть-чуть вперед, если мы про ножницы поговорим. Для эко-офисов, Николай, наверное, можно будет использовать ножницы под эгидой эко на 50% состоящие из дерева. Есть эко-офисы, зеленые офисы. И вот такая позиция наверняка им понравится. Да, 50% деревянного волокна смешивается с таким же количеством процентом пластика. Термоформируются колечки, и они действительно по ощущениям похожи на дерево. Вот я трогаю, да, и такое ощущение, что это полированное-полированное дерево. Ножницы имеют гарантию 10 лет. Стандартные офисные ножницы, но вот с такими интересными колечками под дерево. Вот. Так, возвращаюсь я, наверное, в презентацию. И идем дальше. Александр, пока не продолжили, там спрашивают по артиклу чудо-ножниц. Может, они у вас там рядышком, чтобы подсказать? Все три? Давайте скажу. И спрашивали на ножницах, которые пожизненная гарантия. У них, может, на упаковке где-то написано, что они с пожизненной гарантией? На упаковке на каждой написано «Lifetime гарантия». Отлично. На каждый вот этот значок есть. Здесь он тоже есть. И на русской этикетке написано, ну вот, допустим, Diamond, артикул 692-310. Эргономичный, сверхпрочный, с алмазным покрытием, пожизненной гарантией, асимметричный. Ножницы Titanium 686-110, артикул. Эргономичный, сверхпрочный, с титановым покрытием, пожизненной гарантией, асимметричный. И ножницы Ultimate, артикул 695-510. Ножницы 18 см, эргономичный, двойные мягкие ручки, сверхпрочные лезвия из высококолиродистой стали, пожизненной гарантией, асимметричный. Это что касаемо этих моделей ножниц. Так, еще там вопросы были, я просто чат уже не вижу. Мы, если что, потом зачитаем вопросы, если что-то пропустим. Еще раз пройдемся по чату. Так, в циркуле я вам показал. Ой, мне это вообще очень нравится. Сейчас, я секунду, я возьму карандаши. Мне очень нравятся карандаши Black Pips Energy, чернографитные, с пластиковым черным корпусом. Вот так вот они выглядят, с мотивирующими надписями на английском. Можно продавать как поштучно, так и набором. Можно сделать какую-то выкладку, да, там 10 пачек положить в какую-то вазочку, в прикасовую зону поставить. Мне очень нравится. Вот я сам пишу дома. Вот именно Black Pips Energy, вот он у меня лежит, мой рабочий карандаш. Вот так вот они выглядят. Шесть разных цветов, ну, шесть рубашек с мотивирующими надписями. Стоимость там 150-160 рублей за набор из шести штук. Ну, опять же говорю, можно продавать поштучно 25-30 рублей. Это вот про МХИТ-ХИТ. Текстовыделители пастельных оттенков трех цветов. Я думаю, что мы их очень хорошо сейчас дополним текстовыделителями с блестками. У меня, к сожалению, остался только один текстовыделитель. Остальные кто-то умыкнул на больших конференциях, да, когда лежат образцы. Ну, есть такие люди, которые любят побыть сорокой. Текстовыделители с блестками. Я не покажу вам сейчас, насколько это ярко, потому что блестки видны только при определенном углу освещения. Да, они не осыпаются. Но так вот камера просто не передаст блестки. Мы лучше потом посмотрим ролик и увидите вживую. Вот так вот они выглядят, текстовыделители с блестками. Идет наборчик, вот такой дисплейчик, где четыре цвета по три штучки. И вот такой небольшой ролик. Очень многие их ждали, прям делали предзаказы на глиттеры. Они сейчас есть, поэтому это прям вау, прикольно. Да, и по большому счету, наверное, вот эта фраза, которую я очень люблю, она относится, наверное, к 95, за исключением каких-то скоб, стандартных каких-то предметов, которые являются стандартными, по сути. А вот 95% нашей продукции, если ее дать в руки, это вот как раз серия вау, прикольно. Вот вы возьмите там точилки, попробуйте текстовыделители. Стандартный текстовыделитель. Вот я у себя нашел наборчик сегодня, когда подбирал ассортимент для презентации. Вот набор, выпущенный пять лет назад, завалялся на балконе. Точный срок могу сказать. Дата изготовления этого набора. 03.2018, четыре года набору. Посмотрим, как он рисуется, если я четыре года. Наверное, интересно. Я еще сам не пробовал. Давайте камеру. Я не буду выключать или выключить презентацию тогда, если у кого-то не включено двойное окно. Повторюсь, текстовыделителем четыре года. Давайте попробуем розы. Оранжевый. Понимаете, да? За четыре года они не высохли, с ними ничего не произошло. Они лежали на балконе, где жарко, где холодно. У меня обычный балкон, который там... Сейчас там жара, зимой там холодрыга. И, соответственно, с ними ничего не произошло. Это текстовыделите мягким гриппом. Да, это наконечник софт. Сейчас покажу. Это не фетровый наконечник, это не лонгон. Он может делать вот так вот. Видите, да? Под разными углами. Он гибкий. Сейчас. Тут камера не фиксируется. Ну, если мы нажмем на него... Ну, вот так вот, да, понятно. Он гибкий. Это нейлоновый наконечник, который не будет скушиться. И его, соответственно, можно использовать как каллиграфия, на неровных поверхностях выделять. Ну, и вообще он более визуально, тактильно приятнее, чем классический петровый наконечник. Мои любимые. Да, мои тоже. Так, возвращаюсь я к презентации. Что у нас дальше? Надо нажать. Есть специальный ряд разработок у нас в продуктах. Например, серия для левшей, которая в первую очередь это ручка для левшей, визиопен, которая заняла какую-то там престижную награду в области дизайна, потому что человек видит левша, он видит, что он пишет, не перекрывая рукой пишущую область. Это точилка для левшей, это набор чертежных принадлежностей для левшей, ножницы. Также для левшей адаптированной под левую руку. Плюс есть ряд запатентованных каких-то. А, ну, во-первых, серия для самых маленьких. Да, про ножницы мы поговорили. Есть фломастеры. Фломастеры идут один плюс. Что это значит? Что ребенок делает в один год, если ему дать фломастер в руки? Он его, естественно, попробует на вкус. Какой же он вкусный? Ну, вот представляете, насколько они должны быть безопасными, что мы смело гарантируем о том, что наши фломастеры можно давать ребенку в первый год. Годик исполнился, чтобы ему в кулачки держать и повозить по раскраске, можно уже так же, как и восковые мелки. Да, и те, и те один плюс. Дальше идут пластиковые мелки 18 плюс, полтора годика. И карандаши уже можно давать с двух лет. Но это говорит о том, что насколько безопасны чернила, насколько они легко отстирываются, безопасны для если ребенок его попробует на вкус. Соответственно, честно, один плюс я еще во фломастерах не видел. Если видели, напишите в чат, какие фломастеры вы знаете, другие бренды, которые можно давать детям с годика. Инновационные продукты. Про циркулист топ-систем поговорил, про ножницы мы с вами поговорили, про линейки. Ну, гибкие линейки есть, наверное, у всех. Да, и нельзя запатентовать название Twist & Flex, к сожалению, иначе бы мы это сделали сразу. Да, родоначальником все-таки вот этого всего это был Muppet. Да, и когда я вижу дешевые линейки, гибкие, я говорю, давайте откроем, понюхаем. Насколько сильный химический запах. И чаще всего для того, чтобы пластик заставить гнуться, нужно добавить пластификаторы. И чем качественнее пластификатор, понятное дело, он будет дороже. Можно налить туда дешевого, который имеет химический запах, который непонятно какой состав имеет. Мы получим что-то гнущееся, да, окей. Но даже ее можно в узел завязать, как Muppet, но вот именно сам запах... Мне всегда сразу говорю, возьмите, откройте, понюхайте. Это всегда понятно, что дешевый пластификатор всегда будет пахнуть. Давайте еще в двух словах тогда саму категорию линейка разберем. Возьму линейку из новой коллекции. Просто опять же расскажу про все фишки, которые есть у всех наших линеек. Основные проблемы у линеек – это стираемое деление. Ее можно сломать. И мне очень не нравится, когда ты подчеркиваешь, ведешь, и чернила размазываются. Да, они остаются на линейке, потом мажут по бумаге. Но вот этого всего у линеек Muppet нет. Во-первых, как делается градуировка? У всех линеек Muppet она находится... У всех прозрачных линеек Muppet она находится с задней стороны линеек. Потому что все линейки как делаются? Идет полотно, поставили отпечаток градуировки, нарезали, упаковали. У нас градуировка нанесена снизу. Сверху происходит вспышка ультрафиолетовой лампы, и чернила как бы запекаются внутри. Потому что они не стираются. Кому я подарил 6-7 лет назад линейку Twist & Flex на обучение и приезжаю сейчас на повторное, линейка стоит как новая. Они не стерты деления. У нее нет обломанных краев. И практически, по крайней мере, у Twist & Flex точно есть добавка, небольшая антистатика, благодаря чему как раз чернила не прилипают к поверхности. Они не мажут. А в руках у меня линейка Open Up. Одна из моих любимых, которая из 15 превращается в 30. И у нее нет вот этого вот зазорчика. То, что мы ведем, и она убирается в пенал. Она мало места занимает, но в то же время превращается в 30. И когда человек чертит, здесь не будет никакого зазорчика, будет прямая линия. Еще из интересных, давайте с балкона быстренько возьмем. Две секунды буквально. Потому что мы говорим про инновации. Не все знают, что у нас вот такая вот инновационная есть подставочка. Данга Innovation, который выглядит следующим образом. Так вот выглядят 12 фломастеров на такой резиновой подставке. Одним движением они вот так вот раскрываются, ставятся на стол. И, соответственно, ребенок, вытаскивая, закончив рисовать, видит, что какого-то фломастера нет. Колпачки интегрированы в эту подставку. И ребенок сразу видит, что какого-то фломастера нет, он забыл закрыть крышу. Дальше он порисовал, вот так вот сложил, поставил на рабочий стол. Либо бросил в рюкзак и пошел в школу. Раскрывается, повторяю, превращаясь вот в такого ежика. Дальше вы покупаете эту подставку, можно использовать повторно, покупая наш фломастер. Так, что у нас дальше по программе? Профессиональная офисная серия. Ножницы вы видели. Драколы. Как минимум 25-27 тысяч делают пробитий. Все пробойники рассчитаны на этот ресурс. И средняя гарантия 10 лет, так же, как у степляра. Степляр делает как минимум 20 тысяч шиваней. И так же средняя гарантия 10 лет. Давайте посмотрим. Нет, кушать мы сегодня пока не будем. Почти уже перешагнули экватор. Я сейчас на секундочку приостановлю, посмотрю, есть ли вопросы в чате. Цена линейки. Цена какой линейки? У нас много линейок. Какая РРЦ? Ножность по жизненной гарантии. В среднем от тысячи до полторы. До полутора тысяч. Александр, я видела, про какую линейку речь идет. От которой вот эта раздвижная с 15 на 30. Я сейчас честно не могу сказать, но я думаю, что точно не могу сказать. Потому что, честно, наизусть помню, 470 артикулов я не могу. Но я думаю, что в районе там 170 рублей, наверное. Недорого. Алексей спрашивает, вот эти маркеры, которые с блесками были. Он спрашивает, блески на самом деле. Блески в чернилах, да, потому что их нужно хранить либо фетром вниз, либо горизонтально. Ну, лучше хранить. Вот если мы возьмем фломастеры с блестками, у них на упаковке есть пиктограммка. Хранить фетром вниз. Потому что глиттер находится в самих чернилах. Дерево, крашенное у карандаша черного. Это не дерево, это пластик. Если вы видите черный корпус у карандашей, соответственно, это идет пластик. Это идет методом экструзии. РЦ написано на карандашах. Монстр был написан 199. На карандашах Монстр была написана старая цена до подорожания. Не везде просто цены в презентациях были отредактированы. Потому что с 1 июня повышалось и просто упустило, возможно. А так мы повысили, да, РЦшки мы повысили на 10% с 1 июня. То есть Монстр теперь, соответственно, 220 рублей. Можно утром занять вопрос? Можно? Сейчас подождите. Сейчас отключу. У меня такой вопрос. Слышно меня? Да, слышно. Все отлично, все красиво, все хорошо. Но очень сложно показывать покупателям ваш товар, именно карандаши, потому что они не могут открыться, как обычные карандаши. Их нужно вскрывать, и упаковка теряет свой вид. Это вот единственная торговая марка, у которой можно... Тут скотч, да, тут скотч. Да, но я даже обратила внимание, сколько вы сегодня открывали, вы все упаковки, но они были уже потом... Вот это прям очень большая проблема. Потому что всегда хочется показать для сравнения несколько карандашей и фломастеров. И ваши карандаши нельзя сравнить, потому что я просто испорчу упаковку. Вот смотрите, я сейчас аккуратно открыл. Но есть другие еще. Да, это я вижу. Никакого следа нет. Но вы сегодня даже можете посмотреть. Чем аккуратнее, да, понятное дело, я понял. Вопрос, да, есть такая. Но то, что у нас именно на скотч это закрыто. Ну, это вот это, о котором вы сегодня смотрели другие, вы прям рвали все упаковки, и они были уже... Это я просто все быстро делал. А так вот они, все упаковки, которые у нас есть. Это скотч, это скотч. Ну, вот просто когда это делаешь быстро, происходит вот так. Когда это делаешь аккуратно, происходит... Ну, вот я аккуратненько, если подцепляю, то ничего не рвется. До этого, по-моему, был не скотч, а что-то другое, какая-то бумага была. Возможно такое, да? Нет, здесь скотч есть, те, которые открываются. Вот, ну, это у меня... Я у ребенка сегодня взял, он уже вот их в школу поносил, да? Ну, вот, есть те, которые вот открываются вот так вот сейчас. Мешается? Ну, есть те, которые вот так открываются, но их еще легче открыть. Их просто вытащил и открыл. Тут нет никакого скотча. Это, наоборот, удобнее. Это УЦИ. Ну, это, я говорю, упаковку у ребенка взял. Сейчас я посмотрю. Ну, вот, допустим, свежие вот пришли сегодня. Вот, если, опять же, поспешить, вот след остается. Но это предпродакшен образец. Обратно потом можно приклеить скотч? Он будет держаться? Я думаю, что будет. Давайте попробуем вместе открыть 24 цвета. Тут два скотча. Вот, да, вот, смотрите. Это все равно будет упаковка уже нарушена. Ну, вот, согласен. Тут либо мы высылаем какие-то тестовые образцы, как вариант. Но вот я открываю, у меня получается открыть аккуратно, не повредив саму видное. Сейчас я покажу вблизи. Да, 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 да. Вот я открыл, ничего не повредил. Просто это нужно сделать чуть-чуть поаккуратнее. Тогда это все открывается без сдирания вот этого слоя. Даже если я делаю это чуть-чуть побыстрее. Вот, я открыл. И вот он скотч, ничего не оторвалось. Видно? Да, да, видно. Поэтому я думаю, что это не такая прям массовая проблема. Но если прямо нужны просто образцы, да, ну, давайте спишемся в личку. Мы найдем способ, как отправить с заказом, либо отдельно коробочку с карандашами. А мелочке восковые? Скотч многоразовый. Скотч многоразовый, как вариант. Не, ну, можно переклеить, отклеить скотч на, заменить его на новый и заклеить заново. Да, я думаю, что можно попросить, конечно, образцы на витрину. Не только карандашей, но каких-то вот таких вот фишек. Вот. Никто не устал? Обедать никто не хочет? Нет. И еще очень мне понравились вот эти фломастеры, которые на силиконовой подставочке. Может быть, и карандаши так сделали бы, было бы тоже отлично. Здесь фишка в том, что колпачки интегрированы в базу. И большая боль у родителей, что колпачки теряются. Здесь проблема решена тем, что колпачки нельзя потерять. Потому что сейчас одну секунду буквально. У нас еще есть вот такое решение для колпачков. Таким образом. Вот такая вот гребенка. Тут тоже колпачки интегрированы вот в эту базу. Гребенку, да? Правда, у меня маркеры для белых досок. Но есть такие же фломастеры. Здесь в чем отличие? Это более домашний вариант. Поставил на рабочий стол, порисовал. Это бросил. Она плоская. Бросил в рюкзак. Пошел в школу. Повесил дом куда-то перед рабочим столом. Здесь подвес. Это удобно. Для именно рюкзака, для похода куда-то. Это более домашний вариант. Я просто не вижу смысла выпускать карандаши с колпачками, интегрированными в базу. Можно сюда вставить, наверное, джамбы, карандаши. Чисто теоретически. Ну, какой-то смысл, какого-то практического смысла в нем, ну, я не вижу. Джамбы, наверное, сюда войдет. Либо колпачки делают чуть-чуть поуже под карандаши. Ну, практического смысла, наверное, я в этом не вижу. И тогда закончу вопрос, вы раз уже тут по связи. А грифелечки для циркуля есть ли у вас отдельно? Я вот что-то не помню, не видела. Есть. Все, спасибо, благодарю. Есть. Так, две трети презентации прошло. Полтора часа у нас позади. Почти полтора часа. Остается у нас самое, наверное, интересное. Новинки 2022. Сейчас я тут небольшой порядок наведу и приступим. Так, как я и говорил, в принципе, все это выпускается коллекциями. Поэтому до дома привезли сразу две коллекции. Первая коллекция – это Nightfall. Пока я убираю фломастер и монстр, мы смотрим ролик. Ролика «Звук» есть? Серия Nightfall – это сумеречная коллекция. Выбор подростков. Мы первый раз сделали что-то для этой возрастной категории. У нас либо офиска, либо для школьников. Попробовали мы зайти в этот сегмент для подростков, студентов и старшеклассников. Градиентный металлик с такой достаточно насыщенной световым оформлением. Могу сделать следующее. Либо показываю все по отдельности, либо возьму камеру, покажу сразу все, как это выглядит. Как лучше сделать, Мария? Ну, как коллекция целиком вся вместе. Эффектнее, конечно, смотрится. Давайте тогда я возьму камеру. Аккуратно я сниму, если получится. Ну, тут, понятное дело, не все самые ключевые позиции. Здесь это фломастеры. Расскажу сейчас вкратце про каждый. Ну, просто как выглядит коллекция, выглядит вот так вот. Это коллекция Nightfall. И давайте сразу покажу вживую, как выглядит коллекция Minicute. Да, это Minimil'ый. Это та коллекция, которая как раз появилась из карманных текстовыделителей. Это мимимишная, красивая, милая. Вот такая вот коллекция с мордочками животных. Здесь есть пару классных прям вот хитов, которые точно зайдут вашим покупателям. Да и вам тоже захочется приобрести. Сейчас расскажу более подробно. Камеру вешаем. Так, что мы здесь имеем? Фломастеры. Фломастеры отличаются от классических. По сути, это 0,7 капиллярки. У меня нету здесь отдельно, поэтому показываю. Точнее, это 0,8 толщина пищевого узла. Позиционируется. Давайте покажу, как рисуют. Вот опять же, вот здесь немножко, да, будет, Лариса, возвращаясь к вашему вопросу. Здесь уже проклеена черной бумагой, не скотчем. И вот здесь это вскрытие будет с возвратом и заклейкой обратно сложно. Вот видите, как она вскрывается? Она рвет. Сейчас я покажу. Она рвет, видите? Тут уже, да. Я про это и говорила, да. Я помню, что что-то прям было очень сложно открыть. Возможно, фломастеры-то даже были. Возможно, фломастеры. То есть на каких-то, возможно, проклейка бумагой, да? Да, да, да. Вот это прям, так хочется показать, и ты не осмеливаешься вскрыть, чтобы показать. Понятно. Ну, вот обращайтесь тогда, какие-то придумаем вместе пути выхода. Здесь 18 фломастеров. По сути, я говорю, 0,8 капиллярки. Вот с таким вот пишущим узлом. Ну, это больше подходит для, соответственно, конспектов, оформления в длинниках. Не для вот такого детского раскрашивания. Понятное дело, это немножко другие цели. Триогранная форма, не круглая. И вот дизайн. Ну, давайте вот еще желтый возьмем. Да, все любят на желтом тестировать. Вот такой вот градиентный металлик, переливающийся. Ну, по сути, да, это все-таки, я говорю, 0,8 капиллярки больше похожи. По ощущениям, по тактильным. Так, про фломастера. Скажал, карандаши. Деревянные карандаши. Вот у них обычный скотч. Видите, я говорю, вот каждый артикул все-таки отличается с точки зрения упаковки. Да, одна коллекция, а здесь скотч на фломастер и бумага. Открывается. Хорошо. Без срыва подложки. Ну, вот, а потом сюда просто приклеили две полоски скотча. Это дерево. Опять же, градиентом с залитым наконечником. Наконечник показывает цвет карандаша. Потому что здесь градиент особо непонятно, да, какой цвет по залитому наконечнику. Можно понять, что за цвет. Так как это дерево, это все-таки более мягкая укрывистость по сравнению с пластиком. Но насыщенность, вы видите, замечательная. Также в этой серии ножницы для средней школы и старшей школы, для старшеклассников. Видно, да? Сейчас. Вот так вот. И одна из моих любимых позиций, пишущих среди маппида. Маппида. Это ручка от Винтип. Она бывает в разных дизайнах. Ее прямо сложно открыть. С другой стороны плюс не украдут. Если только целиком снимут. А четырехцветная ручка двухсторонняя. Здесь синий и красный, но выдвигается, соответственно, вот отсюда. А здесь черная выдвигается отсюда. Либо синяя. Синяя выдвигается отсюда. И просто переворачиваем, получаем четыре цвета с двух сторон. Черная и синяя. Красная и зеленая. Карманный степлер. Тоже в этой... Здравствуйте. Из того, что мне еще нравится, это чернографитные карандаши. Вот когда вот такая упаковка, это самое удобное. Без всяких скотчей, без бумажки. Сразу по ощущениям чувствую, что это дерево. Карандаш треугольный. Нет пластика. А вот по ощущениям, что они деревянные. Вот такое ощущение. И пластик стал прям очень комфортным. Легко точится. Мне больше всего нравится точить пластик как карандаши, потому что его можно сточить прям до ластика непрерывной линии. Не будет вот это вот оно будет прям вечно вот так вот вылазить. Пока ты сам не захочешь, у тебя можно будет потом какие-то подделки делать с детьми. Ну, если красиво сделать, разноцветное и так далее. Что у нас дальше по презентации? Дальше у нас коллекция Minikyut, которая тоже показала сверху, как выглядит. Самое классное в ней – это вот это. Это ластики-сквиши. Они пришли к нам на склад. Они есть наличие. Вот так вот они выглядят. И у них мягкие пузики. Потому что это ластики-антистресс. Вот эта часть, она вытаскивается. И вот он разбирается. И за счет того, что вот этот воздух… Стирает он любой стороной. Это не стирает, Алексей, термочувствительные чернила. Просто эта белая часть, она более мягенькая. И за счет вот этого нахождения внутри воздуха появляется вот этот антистресс-эффект. Он как бы пыхтит. Не знаю, слышно, не слышно. И вот такая вот прикольная коллекция. Так же есть блистер и в дисплеях. Это прям вау-вау-вау прикольно. Да, вот из серии вау прикольно. Так вот кролики наши, лягушки. Вот поставьте рядом. Так вот покажите покупателю. Но вряд ли кто-то уйдет без покупки. Такая милая коллекция. Так. Вот вся коллекция выглядит вот таким вот образом. Из интересных еще пластика-точилки в дизайне Minikyut. Да, с этой стороны. Пластик. Снизу точилка. Что мне еще тут нравится? Во-первых, ножницы для 4 плюс возраст. С прорезиненными ручками. Симметричные. И для мальчика, для девочек тоже походит. Из прикольных еще ластики треугольные. И фломастеры и карандашики. Карандаши пластиковые. Здесь скотч. Давайте попробуем открыть. Фломастеры, соответственно, выглядит вот таким образом. Мини-мишные, мимимилые и так далее. Вот я достаточно быстро, если открываю, то в принципе то же самое. Никаких следов нет. Я быстро открыл упаковку. Ну и посмотрите, какие они милые. Пишите в чате, кому понравилось на это больше, а кому мини-кьюд. Посмотрим, кому больше. Так, с коллекциями понятно, да? Давайте проголосуем, кому какая больше понравилась и идем дальше. Подсказка. Новая подчилка из серии Крок-Крок. Сейчас я приостановлю тогда презентацию, чтобы... Обе коллекции отличные. А новинки появились на складе пару месяцев назад, презентации были, а товара не было. Идут контейнера, но вот сейчас, наверное, новинок 25-30 точно есть. Для подростков, наверное, первый пойдет. Да, естественно, мы ее как раз и позиционируем, что это Nightfall, это для подростков. Для старшеклассников, подростков и студентов. А мини-кьюд – это для девчонок, маленьких, для школьников и так далее. Так, а фломастеры-капиллярки размываются водой? Фломастеры-капиллярки размываются ли водой? Я думаю, что нет. Там водные чернила обычные. Так, возвращаясь к подсказке, там был хомяк нарисован. Кто-нибудь догадался, в чем фишка? Хомяк выглядит вот так вот. Вот такой вот хомячок. Тут для стандартных, тут для джамбо. Как всегда у нас точилка какая-то интерактивная, либо с какой-то фишкой. Как вы думаете, какой механизм сюда мы засунули? Подсказка. Мужчины очень часто с ним сталкиваются в инструментах. Те, кто был на выставке и видел, молчат, да? Я вот держу себя в руках. Что-то связано с шуруповертом? Ну, возможно. У шуруповертов тоже есть эта функция. Ну, если это ручной какой-то шуруповерт. Блокировка. Нет. Храповый механизм. Кто-нибудь знает, что это такое? В обратную сторону. Давайте покажу, как эта фишка здесь работает. То есть, вот мы стандартно... Сейчас вот так вот, да? Вот мы стандартно затачиваем карандаши, делаем вот так вот. С хомяком мы делаем все проще. Мы не отпускаем пальцы, как бы заводим, как часы, точилку. И опять прокручиваем, и опять заводим. И опять прокручиваем, и опять заводим. Потому что вот я пальцы не переставляю. Я просто вот так вот закручиваю. Я просто не знаю, где у меня микрофон, чтобы было слышно работа механизма. Ну и сейчас покажу ролик, который, в принципе, это... Да, трещотка, совершенно верно. По-русски это трещотка. Храповый механизм – это трещотка. Вот на видео это выглядит вот так. Вот такой необычный хомячок, который является следующим представителем семейства крок-кроков. Я думаю, что должен занять место на вашей полке. Опять же, показывая, в чем фишка. Ну потому что, ну так, стоит какая-то точилка непонятная, и все. А когда посмотрите, в чем фишка этого хомяка, так же, как и зайцы или лягушки, то, скорее всего, это, опять же, вау, прикольно. Вау, хочу, мам, купи. Да, у нас, наверное, порог вот этого «хочу, купи» в этом году, ну, наверное, останется на уровне прошлого года. 350 рублей, 400 рублей. Да, все помним, какая мода была она в прошлом году на штат. Что стоило 350 рублей? Я сейчас отключусь пока презентацию. Слышно, точилка, отлично. То, что было у всех, и не по одной штуке, вот, совершенно верно, попыта, да. И когда они появлялись, они там 350-500 рублей, да, сначала 500, потом 350-400. Сейчас они там бесплатно уже можно получить в качестве подарка за покупку. Ну вот, в этом году, наверное, это хаги-ваги, да, какие-то еще фишки придумали. Ну, это то, что мама понимает, что это какая-то фигня, но она вынуждена все равно купить это ребенку. Ну вот, и если это до 500 рублей, то, скорее всего, она это купит. Ну, потому что есть ли у всех. А здесь, когда покупка стоит, у нас все-таки на полке, большинство товаров стоит до 500 рублей. Да, карандаши, фломастеры, пластики, точилки, линейки, циркуль у нас стоит до 500 рублей. А если вот практическую пользу это все-таки несет, да, у ребенка схватила, я хочу, мам, купи. Она видит, ну, хотя бы это не фигня, да, хотя бы это полезно, это с точки зрения констоваров полезно. Понятное дело, когда идут в сезон с таким вот списком, да, сложно впихнуть в этот бюджет точилку там за 300 рублей. Но когда они купили дешевую точилку, которая там через месяц выходит из строя, они приходят к вам. Да, они купили в фикс-прайсе, да, там точилку за 20 рублей, она у них сломалась через неделю. Либо ребенок ее потерял, они идут к вам в традиционную розницу, уже в моменте они готовы потратить те же там 300 рублей, но уже на качественные. И вот именно тогда, когда человек готов, да, что-то, либо это ребенок увидел, да, хочу купить, либо маму говорит, ну, дайте уже что-то качественное. Да, вот тогда советовать можно достаточно вот эти вот интересные вещи, которые несут дополнительную нагрузку, как в виде финансов, да, в виде выручки дополнительной в абсолютных цифрах, и дополнительную нагрузку для покупателей в виде интерактивных каких-то функций, фишек. Вот, так, у нас осталось еще несколько новиночек, и перейдем к самому интересному. Сейчас, секунду, демонстрацию экрана. Ну, вот, соответственно, упрощенный механизм заточки, два разных диаметра затачиваемых карандашей, и устойчиво в горизонтальном положении, она никуда не скатывается. Можно купить в блистере, так и в дисплее, но их пока, насколько я знаю, нет, они придут только либо под самый сезон, либо в сентябре, честно, пока не могу сказать, когда. Крок-кроки будут, ластик разборный, который мы все-таки запишем видео для Алексея, что он стирает термочувствительные, будут не только кролики, но и лягушки. Металлические глиттеры текстовыделителя выглядят вот так вот. Вот здесь я, наверное, смогу продемонстрировать. Проведу несколько линий и покажу в камеру. Потому что это прям вот мне зашло, вот эти все цвета мне зашли. Как они блестят, вообще сами цвета как выглядят, потому что здесь золото, серебро. О, еще один с блестками нашелся. Вот, если сейчас вот так вот и под разными углами. Не знаю, видно, не видно, как мог показал. Это с блестками текстовыделителя металлических оттенков, набор из четырех цветов. Вот так вот он выглядит. Мы, кстати, постепенно избавляемся от пластика в упаковке, да, экологические всякие веяния европейские сказываются. И постепенно у нас пластик из всей упаковки будет исчезать, заменяя его на картон. Текст, ой, фломастеры с блестками. Ну, я уже показывал пиктограммку, что их нужно хранить фетром вниз. Вот так вот они выглядят с единорожкой. Вот так вот они выглядят на презентации. Десять цветов. Я думаю, что покупателей у них тоже, наверное, будет. Свой, да, немного, да, это штучная продажа, но для ассортимента почему нет. Advanced Food рассказал и показал. Рекламные материалы. Что мы вам можем предложить в качестве рекламной поддержки к заказам в этом сезоне? Ну, первым мы придумали новую раскраску. Ее, оказывается, нужно лицензировать и сертифицировать, точнее. Поэтому мы ее полностью, весь цикл момента создания, мы ее сами придумали, изготовили, придумали игру. Да, бродилку на развороте. И 20 страниц с очень качественной бумагой в качестве подарка для ваших покупателей. От суммы, которую вы сами можете, в принципе, поставить в Москве, мы рекомендуем. Московский регион – это 400 рублей. В регионах, отдаленных от Москвы, где покупательская способность чуть-чуть пониже, вы можете сами ставить порог для срабатывания этой акции. Я думаю, что 300 рублей будет самая оптимальная, наверное, 299 и так далее. Если нужен баннер под эту раскраску, под эту акцию, мы, соответственно, с вами сделаем под любой размер. Либо это на стену, либо это фрикассовая зона, либо еще где-то. Любой плакат по вашему желанию мы изготовим. Ну вот, раскраска отгружается с каждым размещенным заказом в июле и августе в этом году. Количество у меня ограничено, которое выделено на меня, поэтому кто быстрее, пока не закончится, так сказать. А минимальное то, что я отправляю, ну это, наверное, 300-400 раскрасок на каждый заказ я могу выделить. Вместе с раскраской отгружаем еще два вида пакетов. Первый – это большой пакет с проклеенной ручкой, вместительный с нашим дизайном Nightfall. И либо маленький А4 с четырехцветной печатью на одной стороне. Такой он маленький, под какие-то карандаши или фломастеры что-то положить, подарить и раскраску туда лазить. Ну вот, соответственно, с каждым… А, ну еще давайте вот такие вот у нас остались. Есть сезонные магнитные дисплеи, картонные дисплеи с магнитными вставочками. Также отгружаем по вашим просьбам вместе с заказами. Поэтому размещая в июле или в июне заказы напрямую, то вы получаете раскраски, пакеты, кому нужны еще и дисплеи. Ну вот. Так, на секундочку выключу, посмотрю, есть ли вопросы. Буквально пару слайдов осталось. Заказы же не обязательно у Muppet напрямую. Да, заказы не обязательно у Muppet напрямую, но если вы хотите маркетинг, то заказы лучше у Muppet напрямую. Потому что мы не отгружаем дистрибьютором эти раскраски и пакеты. Вот. Так, окей. Возвращаюсь. Осталось буквально несколько минут для самого, в принципе, главного. Так, вот как выглядит, да, пример рекламной коммуникации. Постеры, плакаты, в окнах вставки в виде каких-то светящихся, да, в витрин мы можем делать. Оформлять входные группы, делать бренд-зоны. Сейчас мы делаем одну бренд-зону. Наверное, через две недели могу в чат выложить результаты. Это бренд-зоны в стиле Nightfall с неоновой надписью. Это тоже все делаем. Окей, круто. Кто еще не зарегистрирован на нашем B2B портале, просьба это сделать. Muppet.com.ru. Даже если вы не работаете напрямую, не напрямую. Вы это все можете там выбрать. Что это? Это полная маркетинговая поддержка. Все презентации, весь фотобанк, видеобанк, рекомендуемый ассортимент. Вся информация для работы с нашим брендом находится на этом портале. Если вы работаете с нами напрямую, либо хотите с нами напрямую работать, также регистрируйтесь, указывайте эти данные. И у вас будет свой личный кабинет, куда вы можете добавить до пяти своих коллег. Как полностью делать, работать с ассортиментом, как формировать его, делать заказы, получать какие-то логистические данные, если они вам необходимы. Но я опять же говорю, вся маркетинговая поддержка в виде рекомендуемого ассортимента, в зависимости от канала сбыта, в зависимости от того, какой у вас магазин, у нас есть рекомендации по ассортименту. Все презентации по новинкам отдельно и так далее. Все это можете увидеть на нашем сайте. Поэтому регистрируйтесь. Я это все вижу, кто регистрируется, откуда. Пишите в личку, пожалуйста. Если есть какие-то вопросы, сложности, любой вопрос, окей, пишите в личку, либо звоните, я на связь 24 на 7. Окей, классно, да? Пакеты, раскраски, стойки. Ну, теперь давайте еще финализируемся, еще и розыгрыш. Видели, да, уже этот слайдик? Давайте я его более подробно расскажу. Среди тех, кто в июле, начиная с сегодняшнего дня, да, разместится на прямом контракте. Пока я расскажу про прямой контракт, а дальше поговорим о нюансах от 50 артикулов. Причем это, ну, заказ не должен быть, да, 50 артикулов. У нас есть в наличии там 25, вы сказали, ну, я же разместил на 50 артикулов. Нет, должен быть согласованный счет, не менее 50 артикулов от одного энербокса. Вот, размещайте заказ. Он может быть револьверным, да, если у вас там 3 магазина, 4 магазина, 5 магазин, вы можете сделать 5 заказов от 50 артикулов на каждый магазин, и у вас, получается, появляется 5 шансов. Размещаете. И 1 августа мы проводим в прямом эфире розыгрыш, где выбираем 4 победителей. Первый победитель получает товар в маппетном 50 тысяч на ваш выбор. Ну, а правильно, Мария вчера написала в чате, что, по сути, приз это 100 тысяч, потому что наценка на маппет не менее 100%, мы рекомендуем делать. Ну, средняя наценка 100-110%. Да, поэтому первое место, по сути, это 100 тысяч рублей на нашу продукцию. Второе, третье, четвертое – это сертификаты на курс обучения школы продавцов канцелярских товаров Марина Борисовна. На максимальный ее курс, который рассчитан на 15 продавцов. Вот такая вот акция, которую мы придумали, которую мы запустили специально для вас. Давайте еще отвечу на вопрос, который был чуть-чуть раньше. По поводу заказов не напрямую. Если вы работаете в регионе с региональным каким-то дистрибьютором нашим, вы можете сделать, разместить у него заказ от 50 артикулов, от одного энербокса, потому что есть те, кто поштучно же возит, я же заказал 10 черных карандашей, 10 скоб, 10 ластиков и 10 точилок условно. Поэтому давайте по-честному 50 артикулов от энербокса, присылайте мне в личку какое-то подтверждение этого заказа, договоримся в личку, как это сделать, потому что это будут единичные случаи, но они, возможно, лучше проговорить сейчас эти нюансы. А так, пожалуйста, напрямую ждем заказа в личку. Если какие-то вопросы есть, задавайте, пишите. Мы думаем, что эта маркетинговая поддержка позволит пройти... У федералов нет столько артиклов. Поэтому я про что и говорю, что лучше напрямую взять по старым ценам, по январским, потому что мы все-таки стоим не так, как ранцы, и не такие объемы у нас, как у бумажного сегмента. Поэтому найти в июле предоплату на 50 артикулов, я думаю, всегда можно. Давайте... У меня, наверное, все. Вот такое основное. Наверное, сейчас будут вопросы. Давайте последний слайдик. И, наверное, вот так вот. Всем спасибо большое. Удачных продаж. Я думаю, что сезон будет. Никуда он не денется. Рекордное количество первоклассников идет в этом году. Ну, вот. Поэтому товар у нас есть, маркетинг есть. Все ждем. Александр, спасибо за презентацию. Давайте сейчас еще пробежимся по вопросам, на всякий случай, если вдруг кого-то пропустили. И по поводу акции, которая сейчас проходит, и розыгрыш. Действительно, набрать 50 артикулов продукции Muppet – это легко. Я всегда, когда делаю заказы, у меня одна проблема – как потом урезать до той суммы, которую я запланировала. Хочется взять все, но вот все-таки ограничения какие-то есть. Очень приятно, что Николас, Николас, правильно, да, генеральный директор? Николас, да. Он очень хотел сегодня записать. Он думал, он сегодня будет в офисе. С утра запишет вам всем приветствую, и я его включу на экране. Передает большой-большой привет всем участникам Кансклуба. И всем желает самого успешных продаж. Он у нас был на какой-то из конференций. Да, на первой. Очень было приятно с ним познакомиться. Очень приятный человек. И, возможно, на розыгрыш как раз он тоже и запишет какой-то нам ролик тоже. Вот я думаю, что да. Мы, может быть, попытаемся даже, что можно. Я уговорю Николя, чтобы он провел розыгрыш. Сам вытащил. Ой, это будет вообще шикарно. Если у него будет время свободное, будет здорово, конечно. Да, попробуй. Так, я мотаю на чат на начало. Во-первых, мне было очень приятно увидеть точилки Крок-Крок с европодвесом. Я их почему-то, то ли мне не встречались раньше, а не в прайсе, но я их не заканчиваю. Ну, чаще всего берут все-таки дисплейные варианты. Ну, когда они висят. У нас все есть и дисплей, и блисток, поэтому на выборах. По поводу роликов, тут тоже я писала, и тоже кто-то спрашивал. Может быть, хотя бы которые сегодня были в презентации, какие-то скинем тоже в чат? Или надо зарегистрировать? Мы можем скидывать, но самое интересное, я говорю, самое интересное я показал, но их много, и действительно их можно все скачать. Я могу прислать мне вопрос. Все есть на нашем B2B-портале. Читаю пока вопросы. Карандаши мы резали, ломали, все, что просили, мы делали. Вопрос от Елены по поводу карандашей. Почему деревянные более насыщенные, чем пластиковые цвета? За счет другого пигмента или в чем-то? Не за счет другого пигмента, за счет технологии производства. Пластик делается методом экструзии, как делаются кукурузные палочки. Да, выдувается под давлением условно. И невозможно с тем, чтобы было такое же количество пигмента по насыщенности, сделать его не таким, во-первых, ломким. Он будет более ломаться все-таки. Мы пробовали его сломать. Ну, помните, да? Его нужно много приложить усилий. И если мы добавим чуть-чуть, изменим чуть-чуть состав, то он будет более хрупкий. Здесь больше пластикового связующего. Дальше читаю сообщение как раз по тому моменту, когда вот отрезали, ломали карандаши. Тут такой прям в восторгу все просили разрезать. Давайте попробуем. Я вот не знаю, чтобы мне разрезать. Больше хватит ломать хороший продукт, Александр. Лучше привезите допучение кому-нибудь его. Давайте еще, смотрите, еще самый такой важный пункт я упустил. Для тех, кому нужно обучение продавцов, но он не готов ждать августа или не верит в то, что он, возможно, выиграет обучение от Майд Борисовны, мы можем приехать в гости. С обучением, с подарками обязательно, да, с вот такой же двух-трехчасовым обучением. По большому счету, весь июль и август мы в вашем распоряжении. Если, опять же, вы размещаете заказ, да, мы с вами согласовываем его, вы отгружаетесь, получаете подарки. Но ваши продавцы не знают, как же его все-таки продавать, да, вот эти наши точилки, наши эластики, наши линейки, наши циркули, пишите в личку, звоните, либо я. Если это отдаленный регион, мои коллеги постараются, да, но мы в любом случае попробуем. Если не получится прям вживую-живую приехать, да, ну, есть ограничения, ряд ограничений, особенно с югом связанные, да, по поводу закрытия аэропортов и так далее. Но мы организуем для ваших продавцов онлайн-обучение. Но чаще всего, если это крупный город, миллионик, полумиллионик, у нас запланированы, конечно же, визиты с обучением вживую на июле-август этого года. Пишите свои пожелания, говорите, что мы хотим, чтобы вы приехали. Приеду с удовольствием. По опыту знаю, после того, как производитель приезжает с обучением, в магазине продается только продукт конкретно от этого сам производителя, потому что продавцы, они прям влюбляются в этот продукт. На север тут спрашивают, приеду ли я. Я отвечаю за центральный регион, ну, плюс какие-то там крупные города, куда можно прилететь. А так у нас есть представители из Челябинска, есть представители в Новосибирске, которые отвечают за эти регионы, за уральские, сибирские округа. И они с удовольствием также мне помогут в проведении обучений. Пишите мне, звоните, пишите мне, я вас состыкую с нашими представителями в этих регионах. Александр, не знаю, можно мне рассказывать или нет, но я знаю, что ваша компания готовит ролики по обучению для продавцов, которые в будущем можно будет нам скачивать и проводить обучение. Да, естественно, помимо вот этих рекламных роликов, которые вы можете транслировать в своих соцсетях или где-то в магазинах, у кого есть возможность, мы сейчас записываем серию обучающих роликов, которые раскрывают конкретные характеристики в наших ключевых категориях. Сделайте, пожалуйста, отдельные ролики для мелких магазинов. Да, конечно, вот именно про это я и рассказываю, что сейчас снимаются обучающие ролики. В этом сезоне мы снимем 5-6, наверное, каких-то пришлем, но вот сейчас у меня есть 4 обучающих ролика, я отправлю администраторам, они посчитают нужным выложить тогда в общий чат, где вкратце 10-12 минут рассказывается про конкретную категорию и конкретно интересные фишки артикула, чем можно заинтересовать покупателей. И как это нужно сделать, показывая вживую фишки тех или иных предметов. Вот, допустим, там есть ссылка на набор 33 предмета, вот его открываем и полностью-полностью все рассматриваем, тестируем, как что пишет и как что рисует. Ну вот, и к следующему, надеюсь, сезону мы снимем по всем категориям вот такие обучающие видео, когда есть действительно отдаленный магазинчик, либо он маленький, либо это какой-то ПГТ, да, куда там добираться 3 дня из крупного города. То есть, понятное дело, что лучше выложить вот эти обучающие видео или провести онлайн-обучение, совместив с просмотром вот этого видео в дальнейшем. YouTube канал Map. Да, у нас есть российский YouTube канал, там как раз вот эти все видео есть, скачиваются они очень легко. Перед словом YouTube ставите 2 латинских S, S как доллар, да, SS ставите, переходите на сайт и скачиваете это видео, которое вам понравилось. Так можно скачать любое видео с YouTube в максимальном качестве. Поэтому также можете зайти на наш канал, либо Muppet Rush, либо Muppet International, выбрать понравившиеся ролики и скачать их. Ну вот как раз на Muppet Rush уже есть 4 обучающих ролика, можете зайти посмотреть. Отлично, читаем дальше чат. Елена пишет о том, что очень круто продаются интерактивные точилки после того, как их покажут, что это серия Крок-Крок. И на удивление, что больше эти точилки раскупали взрослые женщины в офис, чем даже дети. Да, и это тоже самое подчеркивает как раз наши текстоводелители MiniQ, что их выпускали вроде как для детей, для оформления дневников и так далее. Произошло именно то, что офисные работники массовые их начали закупать и ставить себе на рабочие места, просто желая как-то украсить свое рабочее место, сделать его более милым, более интересным. И когда я приезжаю даже вот просто по каким-то рабочим поездкам, не обязательно в канцелярские магазины захожу, в банки, в какие-то визитки там я себе делаю, да, я очень часто встречаю не только там наши ножницы, да, либо там в автосалоне очень часто наши степперы или драконы, а действительно я вижу лягушек и кроликов. Так, следующий вопрос был про циркуль, мы на него уже отвечали. Циркуль, серия стадий идет с дополнительным грифелем. Открыли, посмотрели, показали, где он. Так, дальше был всякий розыгрыш про ножницы, мы все угадывали, почему они такие классные, это мы тоже разобрали. Так, ножницы, вот мы третий не определили, кому отправили, первый Мария, второй Лили, третий, какой за самый интересный вопрос, может быть? Александр, вы можете это позже решить, мы сохраним чат и вы выберете. Хорошо, договорились. Так, так. Про линейку обсуждали, по ценам пока тоже сложно сказать, потому что наизусть я не помню. Так, ну тоже вот вопрос с упаковкой, и мы обсудили то, что по запросу вы можете прислать какие-то образцы продукции, чтобы на витрине стояли образцы, чтобы можно было показывать покупателям. Давайте я выберу вот сейчас вот прямо айфон Екатерина, которая написала частично, прервалась трансляция, звонок поступил. Вот она зарегистрировалась уже на портале и будет изучать. Давайте вот первым зарегистрировавшись сегодня на портале, я отправлю еще тоже наши ножницы вместе с какими-нибудь карандашами или фломастерами. Екатерина, напишите, пожалуйста, в чате, как вас найти, или может контактные данные какие-нибудь. Да, вот айфон Екатерина. А то у нас закончится зум, и мы вас не найдем. Ого, спасибо. Да, напишите мне тогда или кому-нибудь обозначите, как вас найти. Можете мне в личку написать свой номер телефона, я вам наберу сразу после. Александр, вы тут уже на расхват, вас хотят видеть. Ну да, Лили, я точно могу доехать в любые выходные или в любой день. Вижу номер телефона, да, я записал, я позвоню Екатерину сразу после, и уточню ваш адрес. Еще вопросы будут или на этом все? У нас ровно два часа ушло на нашу встречу. Мы вообще рекордно сегодня отработали, и при этом прям незаметно эти два часа пролетели, потому что была очень интересная презентация, как всегда прям мафет классная продукция. Спасибо всем тогда большое. Напоминаю, если нужно, у кого-то там нет моего контакта, 3 девятки 843 9890. 3 девятки 843 9890. Звоните, пишите, я на связи, с удовольствием пообщаемся, на любые вопросы подскажу, что мои компетенции помогут. Спасибо всем большое. Сейчас попросил отключить видеозапись и в беспокойном режиме.